Добрый день! Сегодня в Беларуси означается День памяти воинов-интернационалистов. Меропроемство, просвещенный 27-й годовине выводу советских войск из Афганистана, зараз проходит во всех городах и районах Гомельской области. В областном центре и они распошались акции «Запалить свежку памяти», которая одночасово ладилася в Гомельском кафедральном соборе святых апостолов Петра и Паула, а так само в Свято-Михайловском кафедральном соборе Мазыра. Зараз долучились и другие православные храмы в области. Люди приходят и ставят свежки в память о загинувших войнах. Дарыш и сегодня у Гомельской области проживает каля 3800 воинов-интернационалистов, которые принимали в делу в локальных военных конфликтах за межами нашей родимы. Каля 3600 из них – это ветераны войны в Афганистане. Память о птых трагичных падях будет жить вечно в их сердцах. Светлая память загинувшим повага тем, кто застався у живых. Вчера, например, мы посетили все до единой могилы, где похоронены наши ветераны. Сегодня такие же посещения везде в районах проходят, встречи в трудовых коллективах проходят. Мероприятий очень много. Мы разослали за подписью мэра города и председателя городской организации письма на все предприятия, чтобы сегодня отпустили наших ветеранов на мероприятие для того, чтобы пошлили. Митинг «Реквием», который в этой хвилине проходит в микрорайоне Любинске, каля помненько воинам-интернационалистам, так само знаковая падея, присвященная Дню памяти. В мероприятии принимают удел ветераны боевых действий, у простонники органов улады и громадских объединений, предприятий и организаций. Протягни программу дня – концерт «Реквием» в Гомельском городском центре культуры. Протягиваем выпуск. В ближайший час будет принята новая державная программа о переодолевании наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС. Проект программы узгодненный с всеми зацикавленными боками и накерованный у Совет Министров. Такая информация была улучшена на коллегии департамента по проблемах переодолевания наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС. Правынники реализации мероприятий в попередней программе о потерпелых регионах Гомельской области – наш наступный материал. После аварии на Чернобыльской АЭС на державном узровне была принята концепция по безопасным проживанию на забрученных территориях. Сгодно с еею были приняты два законы – об социальной безопасности граждан, а так само правовом статусе забрученных территорий. Кожные пять годов принимается державная программа по развитию таких регионов. В сукупности у всех это позволяет иметь неоценный опыт по переодолевании наступства аварии. Мы в состоянии справиться с этой бедой, регулируем все процессы, которые происходят на этой территории с таким расчетом, чтобы минимизировать последствия, неблагоприятные последствия для здоровья населения, которое проживает на этой территории. Что вот у межах державной программы на переодолевании наступства аварии накировываются серьезные сродки. По крайней мере это 235 миллиарда рублей. Значная частка из них накировывается в Гомельскую область. Разом с другими крыльницами финансирования, агульная сумма, призначенная на поддержку потерпелых регионов, достигает 2 триллиона рублей в год. Что позволило нам в полном объеме обеспечить предоставление год питания защитной мероприятий в агропромышленном комплексе. Порядка 600 миллиардов было направлено на капитальное вложение, что позволило нам продолжить строительство жилья сельскохозяйственных объектов, назначение медицинских объектов. В целом по Гомельской области мероприятия были выполнены запланированно в полном объеме. Под шесткой легии в департаменте по проблемах переодолевания наступства катастрофы НЧС ишла говорка и про ближайшие 5 годов. Потримка сбоку державы таких регионов застанется на довольно высокем узровне. Проект государственной программы сегодня со всеми заинтересованными согласован. И он находится в совете министров. Мы ждем в ближайшее время его утверждения. Уже программа на 16-20 годы. Правда, новый проект программы будет крыху отрозниваться от раннейших. Плануется больше уваги надавать питаниям развития экономики потерпелых регионов. На думку специалистов, в ближайшие 10 годов программа должна быть накеревана на протяжении инвестиций в реальный сектор экономики. Для того, как потерпелые районы имели свое развитие, требует створать новые рабочие места, а для этого открывать новые сучасные вытворчасти. Яугин Поболовец, Вольга Вальшенко, Дмитрий Родзянко, телерадио-компания «Гомель» из Минска. Взлет передовиков у народной господарки отбылся у Добруши. Усех, кто по вынеках минулого года досягнул поспехов в своей праце, были означены дипломами и подарунками. Какими перемогами сегодня гонорация Добрушани доведался Дмитрий Котов. У Палацы культуры одразу на воходе отшувается святочная атмосфера. Познать переможца у районного споборництва не складано. У кожного стушка передовика. Гэтые люди унесли значный уклад у социально-экономичную стабильность своего региона. Запленную и самоданную працу их невыпадково называют герои нашего часу. Сирот передовиков – медики, наставники, будовники, социальные работники, а так само представники агропромыслового комплекса. Это очень хороший стимул для дальнейшей работы и в этом году, и в следующем году. По крайней мере, мы почти каждый год поднимаемся на сцену по различным показателям. Было по производству молока, по производству мяса, по производству кормов. Смотря в каком году, где были лучшие показатели. Зразумело, особные слова подзяки подчас урочистого концерта накированы у адрес Аграрел. Не глядяши на складанные умовы на дворья, яны практически повторили выники 2014 года. Добружский район – други на Гомельщине по урожайности Зерневых. Тут собрали больше, как 40 центнеров с гектара. Улик лепших увайшли и по огульным намолоте. Досягнуты показчик у 100 тысяч тонн. Подновление статка – первые у регионе. Своими выниками у целым Добруша не задоволены. Однако упевнены, как быть сярод лидеров, необходно за все доставить больше складанные задачи. Мы 6 тысяч недополучили к 2014 году зерновых колоссовых, но мы компенсировали кукурузой. Кукурузу на зерно убрали и перешагнули 100 тысячный рубеж. Но вообще мы ставим перед собой задачу иметь 100 тысяч зерновых колоссовых. А затем больше 100 тысяч добавлять уже зерном кукурузой. И я верю, надеюсь, что Добружскому району, кадрам Добружского района это по ключу. Традиционно наурашистости запрашивают гостей суседних регионов России и Украины. На этот раз приехали делегации Климовского, Злинковского, Новозыпковского и Шарниговского районов. Обмен опытом, учиться в Белоруссии, очень хорошие опыты по вопросам животноводства, растерноводства, как в Белоруссии хорошо работает в детском хозяйстве, в другой отрасли. Это есть поучительное. Хотя и у нас есть много чего поучиться, но мы больше берем опыты белорусов, потому что не надо терять хорошее, надо его набивать, добиваться, брать опыты. На 2016 год поставлены новые, больше складанные и отказные задачи. Однако же хоры Добружского района ни одной че доказывали, что и они – працавитые и метанакерованные люди, здольные покорить любые вышины. Дмитрий Котов, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Добружский район. А до других тем. Светловые люди и картины с ужасной хореографией, гимнастикой и все это в сопровождении неонового и светлодиодного зяня. В «Гомеле» прошел первый международный фестиваль светла «Гомель-лайтфест». В программе «Майстер-класс» и показ досягнений в этой индустрии. Наши корреспонденты так само побывали на светловом представлении. Светловые шоу выходят в моду за развитием технологий. И когда у других странах такие мероприемства стали уже звуклыми, в Беларуси до их по культуре привыкают. Первый «Гомельский фестиваль светла» сразу заявил об совет досыть ухудшно. Десятки команд, дельников из Беларуси, России и Украины. Артисты и организаторы признаются – электронно-светловые представления стали у некой ступени альтернативой сценичным номерам с открытым огнем – так званых «файр-шоу». У нас уже шесть фестивалей огня в «Гомеле» прошло. И возникла идея провести фестиваль «Света». Потому что ветвь уже развилась полноценно. И решили, почему бы и нет. Почему бы не сделать отдельное мероприятие, на котором артисты покажут именно неоновое шоу, светодиодное шоу. Одна из задач – познакомить зрителя, как это бывает. Причем в России организаторы подобных мероприятий любят проводить конкурсы. Мы стараемся проводить не конкурсы, а просто раскрывать широкий спектр. Потому что жанр, скажем так, молодой, он такой, он компилирует в себе. То есть и хореографию, и цирковое искусство, и театральное искусство, и манипуляции с реквизитом и так далее. На майстер-классы, які отбывалися на протягу двух днен, и уходе яких удельники обменивалися вопытом и напрацелками, мог прийти любой жадаючи. Бо фестиваль, як кажуть организатор, это не только своя особливая выстава досягненья у индустрии, але и махчимость научиться новому. Интересно, когда такие люди собираются в одном месте, хочется посмотреть, что делают другие, они же тоже наши единомышленники, напитаться какими-то идеями, да, может чем-то поучиться, ну, пообщаться просто. На первый взгляд, кажется, что это правильная магия. На самой справе это кропотливая работа артистов. Только на выработку одного костюма могут потребоваться тысячи светодиодов, а для их эффектной работы пишутся специальные компьютерные программы. Завершился фестиваль гала-концерта. Вера Котляр, Євген Макеенко, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуске завершены. В студии працювала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин